Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня передача гастроклуб посвящена очень интересной теме целиакии. Мы про целиакию, к сожалению, знаем не очень много. Так повелось, что лекции, которые нам читают на больших конференциях, обычно посвящены самым разным проблемам, но вот про целиакию почему-то не любят читать лекции. Мы, наверное, только помним какую-то информацию, может быть, из института, где-то случайно читаем статьи, но вот такой вот самой достоверной, важной, доказательной информации у нас на сегодняшний день вот неоткуда, по сути, черпать. И поэтому сегодня у меня в гостях два очень таких авторитетных эксперта в области целиакии. Первый это Харитонов Андрей Геннадьевич, врач-гастроэнтеролог, он соавтор всероссийского консенсуса по целиакии у детей и у взрослых, и врач-гастроэнтеролог и морфолог Дегтярева Марина Юрьевна. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич и Марина Юрьевна. Здравствуйте. Марина Юрьевна у нас сегодня из Минска, она подключена удаленно. Большое спасибо, что нашли время и подключились к нам вот так в наш дружественный такой разговор и беседу. Ну давайте мы, Андрей Геннадьевич, сначала поздоровайтесь, представьтесь, и мы начнем разговор о целиакии. Добрый вечер, меня зовут Андрей Геннадьевич Харитонов, я врач-гастроэнтеролог из Санкт-Петербурга, ну и немножечко из Москвы, потому что у меня есть приемы в Петербурге и в Москве сейчас. Вот, я довольно-таки давно интересуюсь темой целиакии, и когда я преподавал, я читал лекцию для врачей-слушателей именно по этой теме. Очень интересно. А где вы преподавали? На кафедре гастроэнтерологии в университете Мечникова в Санкт-Петербурге. Это для врачей уже, да? Для врачей, да, абсолютно верно. Для врачей-слушателей, которые приходят на первичную переподготовку или на сертификационный цикл тогда был. Ну тогда нам будет, наверное, вам знакомы те вопросы, которые задают практикующие врачи, и это тоже будет нам полезно. Ну давайте начнем. С самого начала давайте расскажем нашим слушателям, я напомню, что это, наверное, преимущественно врачи-терапевты и гастроэнтерологи, что же такое целиакия, что это за заболевание, и сразу такой вопрос, какова причина, может быть, да, мы скажем нашим слушателям. Ну и дальше пойдем. Угу. Целиакия, начнем с того, что это хроническая болезнь, то есть болезнь, которая никогда не исчезает полностью, несмотря на наше лечение. Это болезнь всегда первичная, потому что приходится слышать такие термины, как вторичная целиакия или синдром целиакии. То есть нет причины, да? Первичная, это значит, нет какой-то вот внешней причины. Нет внешней причины. Мы знаем, что это заболевание, которое имеет наследственную предрасположенность, и мы знаем, что это заболевание, которое, по сути дела, иммуноопосредованная болезнь, которая развивается у части, не у всех генетически предрасположенных лиц, под действием каких-то внешних факторов при обязательном известном провокаторе, без которого, собственно говоря, болезнь не разовьется, это глютен. Угу. Ну мы должны сказать, что это заболевание тонкой кишки, да? Болезнь тонкой кишки с различными изменениями, вплоть до атрофических изменений. Ну а дальше эти изменения, особенно атрофия, приводят к нарушению всасывания питательных веществ. Есть и внекишечные проявления целиакии, о которых мы говорим. То есть, по сути дела, это болезнь тонкой кишки с кишечными и внекишечными проявлениями. То есть так, если вот всё то, что вы сказали, это хроническое иммуновоспалительное, да, иммуновоспалительное заболевание тонкой кишки, да, которое приводит к нарушению её функции. С развитием энтеропатии. Генетически предрасположенных. Да, то есть вы вот здесь в этом определении уже сказали основную, главную причину развития заболевания, это то, что ничто не может его вызвать извне. У человека должна быть изначально генетическая предрасположенность к заболеванию, и поэтому сам человек на это сильно, наверное, не может повлиять. Но здесь есть такой провоцирующий фактор, да, который вот, без которого генетическая предрасположенность хорошо, но нам нужен триггер так называемый, да. Вот расскажите об этом триггере. Триггер — это глютен. Глютен, ну, в представлении многих, в том числе коллег, это некий какой-то белок, на самом деле это не белок, это группа белков. А, группа белков. Группа белков, которые содержатся в разных злаках, в разных, не только в тех, которых, ну, которые мы исключаем прицеляйки, и просто вот в некоторых злаках, в пшенице, воржее, в ячмене, и в некоторых других загрязнённых, типа овса, там проса, есть набор вот этих белков, которые потенциально вызовут целиакию. А в некоторых других злаках, которые мы, например, рис, что у нас там? Гречка. Гречий, псевдозлак. Кукурузная крупа. Там есть тоже вот эти вот компоненты белка, но их там не так много, и состав немножко иной, поэтому они не вызывают проявление целиакии и могут быть использованы в рационе. То есть это набор белков, смесь белков, которые, попав в тонкую кишку, генетических предрасположенных лиц могут, не обязательно, но могут вызвать проявление целиакии. Глютен не расщепляется, фрагменты вот этих белков не расщепляется ферментами и желудка, и тонкой кишки. Поэтому, собственно говоря, вот эти недорасщеплённые фрагменты могут быть токсичны. И здесь именно прямое повреждающее действие с вовлечением различных воспалительных иммунных механизмов. Ну, мы, наверное, сейчас очень тонко в сам патогенез вдаваться не будем. Ну, значит, нам для понимания важно знать, что это группа белков, которые содержатся в пшенице, рже, овсе, да? Пшеница, рожь, ячмень, это обязательно. Иногда во все, да? Иногда даже в прусе, если она сконтаминирована, загрязнена, не очищена, да, может быть. И вот эта группа белков, контактируя со слизистой оболочкой, что ли, да, может провоцировать вот это самое иммунное воспаление с вовлечением большого количества иммунокомпетентных клеток и синтезом антител, да? Да, и при участии обязательно определенных молекул, ашелей, генетически. Ну, это вот просто то, что генетически обусловлено. Генетически, да, да, да. То есть обязательно должны быть продукты вот этих генов, ашелей, генов. Без них тоже никак не будет представляться этот кусочек недорасщепленной глютена иммунокомпетентным клеткам. То есть здесь, условно говоря, наша иммунная система должна получить сигнал, что что-то здесь не так. И вот этот генетический продукт генов, который предрасполагает к целиакии, собственно говоря, эту передачу и обеспечивает. Как Марина Юрьевна говорила, что некий флаг такой, да, в руке, что вот здесь глютен, он вреден для этого организма, надо атаковать. Вот вы рассказываете сейчас патогенез целиакия, а я сижу и думаю об эзенофильном эзофагите, потому что это то заболевание, которым я прицельно занимаюсь, и очень похоже. То есть там тоже пищевые аллергены, то есть обычные пищевые вещества, которые здоровый человек без генетической предрасположенности к эзенофильному эзофагиту воспринимают спокойно. Тут эти пищевые вещества вдруг начинают представляться антиген, презентирующим клеткам, как что-то чужеродное, и дальше начинается каскад иммунологических реакций, и вот это хроническое, длительно текущее воспаление только в слизистой оболочке пищевода, а здесь в слизистой оболочке тонкой кишки. Да, абсолютно. Да, тогда ответьте мне на вопрос вот на какой. Если вдруг человек по какой-то причине, вот у него есть генетическая предрасположенность, но он живет в каком-то регионе, где, например, вот такие культурные особенности, что люди не выращивают пшеницу, не едят злаки, они там едят мясо, овощи, фрукты. В таком случае целиакия разовьется у пациента, если он не принимает глютен, ну то есть глютен, содержащий злаки в пищу? Если глютен никаким образом не попадает в желудочно-кишечный тракт, то даже у того человека, который 100% при наличии генетики других факторов 100% целиакия бы развилась, она не разовьется, пока глютен не попадет. Сложно представить, где у нас на планете Земля сейчас нет глютена, это не только может быть с... А может быть аборигены какие-то? Возможно, да, именно так я и предполагал, что есть какие-то группы народности, которые вообще изолированы от мира, и у них нет вот этих злаков. Ну, возможно, даже если 100% должно было бы развиться, не едят глютен, не развиваются целиакии, пока они начнут есть. То есть вот у меня сейчас возникла такая идея, что все-таки злаки для нашего человеческого организма не очень хорошая такая пища, нет? Или это... Я бы сказал, что нет. Это заблуждение. Скорее нет, потому что... Большинство людей совершенно нормально... Большинство людей, да, кроме 1%. Вот я в этот следующий вопрос. Как часто в нашей популяции встречаются люди, которые болеют целиакией? У нас есть данные достаточно крупных исследований, которые говорят, что либо изменения гистологические, типичные для целиакии, либо специфические для целиакии антитела выявляются примерно у 1% в некоторых популяциях, чуть больше, в некоторых чуть меньше, 1% населения. То есть это... То есть это не такое уж и редкое заболевание. Не такое редкое заболевание, да. Где-то почаще, где-то пореже. Там, наверное, где исторические популяции были небольшие, частые близкородственные браки. Там, скорее, почаще. Обычно это Европа, где было очень много мелких государств, и близкородственных браков было много. Вот там порой, да, 1 на 100 человек. Это прям вот нормально. Это известно. Ну, то есть вы меня сейчас смытили этим фактом, потому что вот я думаю, если у меня в месяц, например, около 100 пациентов, то хотя бы одному я должна устанавливать диагноз целиакии. А я за свою жизнь, наверное, установила раза 3 только диагноз целиакии. Вы в вашей практике действительно ежемесячно, допустим, выявляете? Редкие случаи. Мы пытаемся, смотрим, думаем, но редко, реально редко. Возможно, в России реже. У нас есть, как всегда, в России эпидемиологических данных. А то есть это какие-то не наши данные, да, 1%? Да, но у нас что есть? У нас есть. Они были не опубликованы, они были представлены на Конгрессе, эти данные где-то в 2012 году коллеги из Санкт-Петербурга лаборатории аутоиммунной диагностики, то есть специализирующиеся на диагностике аутоиммунных заболеваний. И вот коллеги представляли данные, что из тысячи с лишним образцов на крови, когда пациента врач целенаправленно отправил на тестирование целиакии, то есть не случайный пациент совершенно, примерно около 4% с копейками были выявлены специфичные для целиакии аутоантитела. То есть, по сути дела, в России возможно, возможно, все-таки, ну, у нас страна побольше, населенные разными национальностями, возможно, все-таки у нас поменьше, чем, например, в странах Европы и в тех же Соединенных Штатах Америки, где много, реально много людей. Понятно. А я вот, ну, еще такое тоже, наверное, мой посыл, что мы все-таки мало думаем об этом заболевании и мало тестируем, потому что вот я пока готовилась к этой программе, пока читала, слушала ваши вебинары в том числе. Сегодня вот у меня был на приеме пациент, которому я никогда бы раньше не назначила тестирование на целиакию, но вот он пришел, ему 26 лет, и он мне говорит, у меня то жидкий стул, то запор, очень какая-то сильная непонятная слабость, мне 26 лет, так обеду я себя уже чувствую, как 60-летний старик, вокруг глаз у меня появляется какая-то периодически сыпь, которая проходит только на фоне приема кортикостероидных гормонов. Мне три дерматолога сказали, что проблема у меня в желудочно-кишечном тракте. Я сначала его слушала-слушала, думаю, ну ладно, это синдром раздраженной кишки, это просто так сыпь вокруг глаз, а потом в конце я все-таки решила, не сдать ли ему все-таки антитела на целиакию. То есть малоосведомленность наших врачей, и мы сегодня надеемся нашей программой повысить настороженность врачей по отношению к целиакии. Так, давайте тогда о симптомах поговорим, может быть, мы Марине Юрьевне слово дадим. Марина Юрьевна, вы у нас как, на связи? Я здесь. Да, расскажите нам, пожалуйста, на что жалуются пациенты с целиакией, потому что до того, как я начала готовиться к этой программе, я была уверена, что это жидкий стул в первую очередь, жидкий стул, более же в животе, в сдутии, потому что там что-то не переваривается, что-то не всасывается, ну и вот такие симптомы. Но оказалось, что это не совсем так, вот расскажите нам, какие симптомы. Да, спасибо, что пригласили поучаствовать в прямом эфире. И возвращаясь к вопросу об насторожности целиакии, хотел бы сказать, что если брать конгресс Европейского общества гастроэнтерологов, то они каждый год, пожалуй, повторяют раз за разом, что при любых симптомах мало-мальски выраженных, будь то неустойчивый стул, какая-то диарея, или будь то воздутие живота, всё-таки лучше перебдеть и отправить на скрининговое тестирование пациента. Лучше лишние исследования провести, чем его не провести, и упустить пациента с целиакией. Поэтому, если говорить о симптомах, то выделять типичную классическую целиакию и атипичную. При классической форме будут наблюдаться и диарея, о которой уже говорили. Причём эта диарея не так, что человек съедает булку и тут же вынужден бежать в туалет. Нет. Патогенез заболевания основана на том, что из-за глютена постоянно повреждается слизистая, и она уже не способна всасывать вещества полностью, и поэтому диарея будет постоянной, а не только на приём глютена. Потому что иногда пациенты недоумевают, говорят, что мы же нормально хлеб едим, у нас диарея всегда. Зачем вы меня на целиакию посылаете-то? А вот насколько она сильная, эта диарея? Или это отличается от пациента? Она может быть хоть слабой, это может быть, допустим, три раза в день, но неоформленный стул, то есть он каши или жидкий, и впод до тяжёлой диареи с электролитными нарушениями, которые требуют госпитализации при варианте целиакийного криза, который, к счастью, встречается редко, но врачам стоит о нём помнить. Поэтому симптомы по выраженности могут быть абсолютно разные. Значит, типичная форма, простите, что я перебиваю, типичная, это диарея, вздутие, боли в животе, да? И не мотивированная потеря веса, как правило. Плюс то, что касается внекишечных, это уже переходя к атипичной, скорее, то часто наблюдается анемия, причём это может быть как железодефицитное, так и B12 дефицитное, которое отличается своим показателем. Потому что нарушается всасывание, да? Да, да, совершенно верно. Это дефицит витамином D тоже, и, следовательно, молодой пациент с остеопорозом обязательно должен быть тестирован на целяки, потому что это одна из возможных причин. Гинекологическая сфера тоже поражается. У женщин это могут быть какие-то неудачные беременности, либо это бесплодие первичное, вторичное, либо это выкидыши, повторяющиеся, в том числе могут быть на поздних сроках. Это тоже повод заподозрить. Из таких минорных признаков можно назвать ещё повышение причиночных ферментов, АЛТ и АСД в анализах крови, повторяющиеся. Тоже, возможно, причина кроется в целиакии. То есть у нас есть две ключевые формы целиакии с типичными проявлениями и с атипичными проявлениями, правильно или нет? Да, абсолютно верно. Правда, сейчас уже стараются избегать этой терминологии, потому что, как оказалось, атипичные встречаются чаще. Атипичные чаще. То есть бывает целиакия без диареи. Да, иногда даже с запором, я могу сказать. Или с нормальным стулом. Поэтому сейчас скорее предлагают такое. Манифестные с кишечными проявлениями, манифестные с некишечными проявлениями. Такая латентная целиакия. Это когда нет симптомов вообще? Симптоматики нет, а есть уже антитела и изменения в виде атрофии. В арсинах. В арсинах, да. И потенциальные. То есть когда у человека ещё ничего нету изменённого, но антитела уже есть. Обычно это родственники, тестируются пациентов с целиакией. У них антитела есть, всё пока хорошо. То есть за ними уже не надо наблюдать, их надо уже тоже лечить. Это тоже целиакия. Интересно, что бывает бессимптомная целиакия. А вот такие симптомы, как там, допустим, выпадение волос, синдром хронической усталости, какие-то, может быть, боли в суставах. А неврологические проявления есть? Да, неврологические есть. Они различные. На самом деле есть глютен-ассоциированные заболевания. Это атаксия, да, то есть это отдельное заболевание. Но если мы говорим о целиакии, там могут быть и тремор, какие-то головные боли непонятные. Кожные проявления герпетифорный дерматит Дюринга. Он довольно специфичный. Это не какие-то там варианты сыпи, то там, то здесь. То есть там именно такой похожий на герпес, на пузырьки. А где эта сыпь располагается? Ну, на самом деле часто на локализации на животе, например, на локте, колене. На локте, спина, ягодицы, и там, где трётся. Да. То есть где кожа раздражается. Где повреждения. Ну, так, травматизация, да. А вот я ещё слышала, может быть, это неверно, что есть у больных целиакии ещё в психоэмоциональной сфере тоже какие-то изменения, что они более там лоббильные, у них чаще депрессия или нет? Сложно оценить. На самом деле, мне кажется, 90 плюс процентов пациентов гастроэнтерологических имеют эти проблемы, поэтому скорее это такое наблюдение, не сильно отличающееся от других пациентов. Но у них есть хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, есть, наверное, анемия, есть какая-то астения, ну, с чего человеку не ставится таким вот немножко гастроэнтерологическим, да. Да, ну давайте тогда мы для наших зрителей, у нас, наверное, есть слайд, кого мы тестируем. Кого мы направляем на тестирование на целиакии? То есть вот я, например, для себя поняла, что если передо мной молодая женщина, которая говорит мне о том, что у неё было несколько выкидышей или есть бесплодие, то можно, да, сделать анализ. Можно. Потом, если это пациент с неясной анемией, то мы направляем на целиакию. Ещё какие случаи? Ну вот Марина Юрьевна сказала про непонятный цитолиз, да, трансаминаза повышена, всё нормальное, плюс какие-то небольшие изменения стула тоже может быть. А на сколько вот эти повышены, трансаминазы? Они немножко, полторы-две нормы, но они довольно-таки часто встречаются при целиакии. И когда болезнь уходит в ремиссию, всё нормализуется. Это тоже один из критериев. Но на самом деле есть ещё другие заболевания, типа там первичный билиарный холонгит, аутоиммунный гепатит, некоторые генетические заболевания, синдром Дауна, предположим, селективный дефицит иммуноглобулина А, довольно-таки часто ассоциируем с целиакией, и сахарный диабет первого типа, аутоиммунный териодит. Ну, то есть, по сути дела, тоже иммунный. Аутоиммунный гастрит? Аутоиммунный гастрит, вероятнее всего, да, но как-то он не включается в этот перечень. Уверен, что тоже можно было бы потестировать. То есть если есть сахарный диабет первого типа, аутоиммунный териодит, синдром Дауна, склерозирующий холонгин, то мы тоже обязательно этих пациентов тестировали? Мы думаем, и я бы скорее, да, потестировал, особенно если какие-то есть вот описанные жалобы, пусть они суперявные. Ну вот, смотрите, атопический дерматит. Вот этот сегодняшний мой пациент, он сказал, что ему дерматолог установил диагноз, что у него, я не знаю, насколько это правда, но вот этот сыпь вокруг глаз, почему-то ему установлен диагноз, что это атопический дерматит. Так, и дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты тоже повод протестироваться на целиаке. И автозный стоматит рецидивирующий. То есть мы понимаем, что не все случаи, например, автозного стоматита, это целиакия, там примерно около 1-2-3%, но тем не менее, в какой-то момент может оказаться, что мы просто пропустили заболевание, посчитав, что это там обычный идиопатический рецидивирующий автозный стоматит. И с кожным проявлением то же самое, они просто ассоциированы. То есть это не то, что это проявление заболевания целиакии, они часто ассоциированы. Да, вот я еще вижу у вас аллопеция на этом. Да, абсолютно верно. Запоры. То есть если мы сейчас всех людей вот с этими состояниями начнем тестировать, то мы, может быть, и будем выявлять значительно больше. Возможно, да. Запоры встречаются нечасто, но среди, например, детей с запорами где-то примерно 0,3% случаев это целиакия было. То есть немного казалось бы, но запоров у детей очень много, поэтому не редкость. Так, а вот я забыла у вас спросить, сейчас я увидела у вас этот слайд, что, ну, поскольку это заболевание с генетической предрасположенностью, то у всех в голове есть такой стереотип, что это заболевание, которое должно манифестировать в детском возрасте. То есть если целиакия есть, то она начинается уже с детства. И если передо мной сидит там 50-летний человек, который начинает жаловаться на лапецию, на слабость и там на вздутие и диарею, мне уже в голову не придет тестировать его на целиакию, что вот у него в 50 лет вдруг манифестировала целиакия. Болеют ли взрослые целиакии? Манифестирует ли она во взрослом возрасте? Скорее 50-летний человек, особенно если 50-летняя женщина, которая уже в менопаузе будет жаловаться на то, что у нее сохраняется непонятная анемия, и можно там искать онкологию, это несомненно, да, но скорее вот такие вот варианты будут вне кишечные. Как ни странно, действительно приходится слышать от коллег, что зачем вы вообще тестируете на целиакию? Этому человеку уже много лет. Да, преимущественно есть два пика, когда целиакия развивается, дебютирует, это два года и там 20-30 лет. Но известно, что две трети случаев целиакии диагностируют впервые после там 20-летнего возраста. Я более того еще смотрел, как часто в пожилом возрасте, ну, например, 4% в 80-летнем возрасте. Да, впервые диагноз был поставлен. Это не значит, что болезнь только-только развилась. Это значит, что болезнь была такая неяркая и имела какие-то нетипичные проявления, что человек просто не тестировали. Вот, старше 60 лет, возрастная группа 60-65 и старше. Цифры разные, но это, по некоторым данным, там, 15-20% случаев Денова впервые диагноз поставили. Поэтому, конечно, мы... Есть у меня, скажем так, и личные примеры, когда впервые было поставлено такой в старше, ну, уже явно старше 20 лет. Вот, поэтому абсолютно это не исключает диагноз, не исключает необходимость тестирования. Понятно, то есть мы, взрослые врачи, тоже должны быть насторожены. Ну, давайте теперь перейдем к тому, как же мы этот диагноз можем установить. Кому задать вопрос про антитела? Марине Юрьевне? Могу я рассказать? Андрей Геннадьевич. Ну, давайте, Андрей Геннадьевич. А Марину Юрьевну мы спросим потом про гастроскопию и про, понятно, про морфологическую картину целиакии. И так, значит, как я почитала, я уже знаю, что в основе диагностики целиакии лежит все-таки выявление специфических антител. Вот нам расскажите. Вот почему вопрос, почему я вообще решила эту передачу снять? Потому что, когда у меня приходит в голову идея протестировать больного на целиакию, я сижу и начинаю думать, какие антитела сдать? Иммуноглобулин А к тканевой трансглутаминане, иммуноглобулин G к диамидированным пепсидам глиодина, к глютену самому, да, или как он там называется? К глиодину, да. К глиодину тоже разных классов антитела. Потом еще там какие-то, к эндомизию тоже разных классов. Дальше я думаю, господи, захожу в лабораторию там вот эти, в наши коммерческие, и там сразу же предлагают диагностика целиакии. И все эти, все эти показатели, там их, там, 10 штук стоит, это достаточно дорого. Ну и чтобы не ломать голову, я говорю, вот идите вот это все сдайте. А потом я, значит, пишу коллегам, и они мне говорят, надо только вот это одно. Я думаю, как же так? Лаборатория хочет 10, коллеги говорят, одно антитела, один класс антител и одну группу только, да. Вот расскажите нам, что мы все-таки должны выявлять. Вообще, на самом деле, я хотел бы сказать, что основа диагностики — это не антитела. Это вот здесь голова, мозг врача, который заподозрил, что у пациента может эта болезнь быть. И вот потом уже он думает, что да, вероятен диагноз, надо мне его как-то подтвердить. К сожалению, вот у нас часто начинается с генетики. Это вот сразу могу сказать, что никогда, никогда не тестируем целиакию генетически на старте. Вообще забыть про генетический тест, когда вы еще ничего о пациенте не знаете. То есть мы используем антитела. Все международные консенсусы, их не так много, но и не так мало, они, в принципе, склоняются и сходятся в одном. То есть нам нужно на старте использовать максимально чувствительный тест. Этот тест называется антитела к тканевой трансглотоминазе класса иммуноглобулин, класса А, потому что чувствительность очень высока, особенно у детей. У детей там порядка 97% чувствительность, то есть из 100 случаев целиакии 97 точно будут выявлены у детей вот этим методом. И второй тест это общий уровень иммуноглобулина А. Я уже там упоминал ранее, что где-то 2-3% пациентов с целиакии, это раз в 10 больше, чем в популяционном таком варианте, встречается селективный дефицит иммуноглобулина А. То есть, соответственно, любой тест, где в конце будет буковка иммуноглобулин А, он автоматически этих пациентов будет отрицательным. То есть болезнь может быть, тест будет отрицательным, мы поверим, что целиакии нет, и все, и прекратили тестирование. Вот если иммуноглобулин А общий будет нормальный, то мы, скорее всего, поверим вот этому виду антител, тканевой трансглотоминазе иммуноглобулина которой, и решим, что, вероятнее всего, тестирование дальше продолжать не нужно. Скорее всего, за определенным исключением, когда все-таки диагноз очень вероятен. Ну, не знаю, диарея продолжается, мы не залезали, не брали биопсию, мы видим, что какие-то дефицитные состояния, мы подозреваем, что небольшой процент, который, не стопроцентная же чувствительность теста, да, который, возможно, нам наврал, что все-таки потребует дальнейшего тестирования. Но вот начинаем именно с этого. То есть нам для диагностики, по сути, достаточно только иммуноглобулин А, тканевой трансглотоминазе и общий иммуноглобулин А. На первом этапе, да. И если вдруг нам приходит отрицательный результат, а мы понимаем, что у пациента все-таки что-то не ладно, то мы добавляем какие-то другие показатели. Да, мы можем добавить, ну, например, антитела кандомизию. А вот антитела к тканевой трансглотоминазе класса G? Мы можем их не использовать, почему? Потому что чувствительность их ниже, мы верим в целом иммуноглобулинам А, что они нормальные. Обычные антитела кандомизию, либо даже сразу биопсию. Вот биопсия обычно второй этап. Если мы видим отрицательные антитела, видим все-таки, наверное, диагноз вероятен, мы отправляем на биопсию. Но можно кандомизию, все зависит от многих факторов. Какая лаборатория и сколько денег у пациента. Потому что это дорогостоящий анализ, наверное, все обращали внимание, что разница там приличная. А кандомизию какие? Тоже иммуноглобулин А? Иммуноглобулин А, да. Он очень специфичный маркер, если там, например, и чувствительность его тоже довольно-таки высока, что если он все-таки будет положительный, ну, точно целяйки. Так, а если же у пациента есть дефицит общего иммуноглобулина, тогда что делать? Тогда мы все тесты с А, исключаемые с нашего арсенала, мы переходим к G. И вот там используется антитела к тканевой трансглутаминазе G. И кандомизию G. Нет. И антитела к дезаминированным пептидам глиодина G. Так, понятно. Эндомизии G предлагают с некоторыми руководствами, но в последнее время, опять же, эндомизии, антитела к эндомизии очень трудоемкие. Там, я могу ошибаться, Марина Юрьевна, может, меня поправит, там какой-то субстрат чуть ли не каких-то мартышек, почки мартышек или еще что-то. Ну, в общем, что-то очень... В общем, мы мартышек бережем, эндомизии не назначают. Что-то очень серьезное, очень зависит от эксперта, от лаборатории, трудоемкие, и человек должен иметь навык. В общем, я поняла, диагностики целяйки, и главное все-таки это иммуноглобулины А или к тканевой трансглутаминазе, или к эндомизию, да? Да, да. А где амидированный аппетитом глиодина? Да, можно использовать как альтернативный метод. Тоже А. Тоже А. На скрининге мы его не используем, дополнительно можно использовать. Можно, конечно, протестировать вот всю вот эту вот... То есть если пациент финансово не ограничен и не хочет ходить к врачу много раз, да, то есть вот вы представляете, вы дали один тест, общий иммуноглобулин А пришел низкий, вам нужно ему снова на следующем визите предложить альтернативную группу тестов. Если пациент говорит, слушайте, мне не проблема, я не хочу, я хочу сразу узнать, что точно у меня нет. Мы сдаем все антистела, они все отрицательные, но мы тоже не можем сказать, что диагноз... У меня был такой случай, что все отрицательно, а один какой-то там иммуноглобулин G чуть-чуть повышен. И опять вот это все. Я бы перетестировал этот иммуноглобулин G, может быть, специализированная лаборатория, либо через какое-то время, потому что лабораторные методы могут врать. Специфичность, она говорит о том, как этот анализ, насколько он при диагнозе может быть ложноположительным, при отсутствии диагноза должен быть положительным, но все-таки они не стопроцентны. В общем, ошибки всегда бывают, да. И бывают серонегативные целяки. Это, ну ладно, мы сейчас пока не будем путать, мы представляем, что... То есть начинаем с просто иммуноглобулина тканевой трансглотоминазии и общий иммуноглобулин А. Если нас что-то не устраивает, например, бывает так, что тканевая трансглотоминаза чуть выше нормы, там норма 20, там 25, что делать? Тогда можно добавить эндомизий, да. А мы вообще на какие цифры ориентируемся? Если на 3, там, единицы больше, чем нормы, это для нас уже руководство к действию? Или должно быть в 100 раз выше? Скорее нет. В несколько раз. В несколько раз. В несколько раз. Ну, не на 2-3 единицы. Понятно. То есть мы повторим каким-то другим тестом, к эндомизию, например, посмотрели иммуноглобулина А, высокие цифры. Ну, простите, диагноз есть. Если всё-таки сомнительно, мы переходим дальше к эндоскопии. Так, и ещё мы должны с вами сказать две важные вещи. Первое, это что анализ на антитела мы никогда не делаем на фоне агглютеновой диеты. Никогда не делаем на фоне агглютеновой диеты. Это просто бич, это просто проблема гигантская всей нашей страны. Пациенту дают агглютеновую диету, и через месяц он там сдаёт антитела. У вас отрицательные. Антитела очень быстро. Они могут за пару недель исчезнуть из крови или достичь такого пограничного состояния. И вы будете считать, что болезни нет. А вы сами того не ведая, просто их убрали значением агглютеновой диеты. Вообще агглютеновую диету назначаем только при установленном диагнозе целиакия. Либо когда мы всё сделали, диагноз может быть, мы пробуем её. То есть никогда до, никогда вместо, самое главное, никогда как метод диагностики мы её не используем. И второе, что ты должен сказать, что мы не используем для диагностики целиакия антитела глиодину. Вот это я узнала. И критикулину. Абсолютно верно. Это древние анализы, которые могут повышаться у здоровых людей, при других болезнях, могут быть отрицательны при целиакии. То есть эти тесты уже лет 10 как исключены всех рекомендаций, но почему-то не исключены из памяти наших коллег. И не исключены из лабораторий, самое главное. Да, вот убрали бы навсегда, и всё было бы круто. Ну, в общем, ладно, примерно мы с антителами разобрались, да? С ними всегда сложно. Да. Теперь переходим к Марине Юрьевне и переходим к эндоскопии, с биопсией и с тем, что мы там видим. Марина Юрьевна, вы здесь? Да, я здесь. Вот, у нас тогда вопрос к вам такой. А кому нужно проводить эндоскопическое исследование и брать биоптаты? Нужно ли, если мы уже, допустим, подтвердили диагноз, у нас уже есть повышенный титр антител, нужно ли верифицировать наш диагноз с помощью эндоскопии? Или это как метод, если нам наоборот не удалось подтвердить диагноз, и мы пытаемся с помощью эндоскопии разобраться, зачем вообще нужна эндоскопия при целиакии, как выглядит слизистая оболочка и как брать биоптаты? Хорошо, я вас поняла. Вообще подходы к тому, кому делать эндоскопию, могут немного разниться в разных странах. Допустим, если брать самый-самый свежий, вышедший в январе этого года, консенсус американский, то они пишут о том, что все-таки пока больше данных за то, чтобы всех взрослых отправлять на ЭГДС, выполнять множественную биопсию из 12-перстной кишки. Тех взрослых, которым подтвердили диагноз или у которых подозревается? Для подтверждения диагноза, то есть установка диагноза сама происходит после получения результата в биопсии. То есть диагноз строится на совокупности антител плюс биопсии. Понятно. То есть это подход по свежим американским протоколам. Что касается детей, то так для них это все-таки событие довольно травматичное во всех отношениях, то для них допустимо использование только антител, как у него это гутаминазия без эндоскопии. Поэтому чаще все-таки используется такой подход. Что касается эндоскопических изменений при целиакии, целиакия это чаще всего атрофия ворсинок. То есть ворсинки у нас длинные, тонкие в норме в 12-перстной кишке и хороший эндоскопист это увидит. Фотография от коллеги моего помид Сиэта Эльдора Уфовича Вариулина, благодаря его за эндофото. На нем очень хорошо видно, что слизистая, надулярная, то есть такими бугорками идет, что есть какие-то непонятные трещинки, что сглажены складки 12-перстной кишки. И ворсинки сами по себе выглядят как пенечки. То есть они должны выглядеть как тонкие дамские пальчики. Здесь они больше похожи, действительно, на пеньки. То есть эндоскопист уже может заподозрить тоже, когда осматривает слизистую оболочку, что есть целиакия, да? Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, не всякая целиакия проявляется атрофией. Может быть, целиакия самая-самая начальная, при которой изменения видны будут только под микроскопом. Второй момент, то, что не при всякой целиакии будет наблюдаться такая роскошная картинка, когда поражена вся 12-перстная кишка. И вот как раз об этом хотелось бы уточнить, потому что это важное требование к выполнению биопсии. Биопсия обязательно должна быть множественной. Классически считается, что целиакия – это болезнь постбульбарных, то есть залуковичных отделов 12-перстной кишки. Поэтому упор основной при выполнении биопсии берется именно на то, что дальше находится от луковицы. Исследовали неоднократно, в том числе есть очень хорошее исследование на большой выборке пациентов. Так вот, если брать больше 4 кусочков из постбульбарных отделов, то при этом целиакия достоверно чаще выявляется. То есть меньше риск пропустить глютеновую энтеропатию. Но, опять же, примерно в среднем у 10% пациентов изменения будут только в луковице. То есть это не то, что преподавалось нам в университете, поэтому желательно хотя бы пару биоптатов взять из луковицы. При этом важно, чтобы биоптат из луковицы 12-ти перстной кишки с постбульбарного отдела шли в разные флаконы, потому что морфологически там есть нюансы, и морфолог должен очень четко знать, откуда он смотрит биопсию, чтобы не поставить лишнюю атрофию там, где ее на самом деле нет. Поэтому, если брать современные консенсусы, то в целом они говорят о том, что должна выполняться биопсия, как минимум, забирается от 5 до 6 фрагментов. Марина Юрьевна, а если вот у нас есть подозрение на целиакею, а эндоскопист все-таки вообще не видит никаких внешних изменений, он все равно берет эту биопсию, даже из лизы, из лизистой. Да, и решение принимает врач гастринтрою, потому что ему все-таки виднее, во-первых, то, что я уже упоминала, не обязательно есть атрофия, могут быть изменения, которые только видны под микроскопом, это уже дальше дело за врачом, патоморфологом, и может быть слишком чайговые изменения, которые не сильно видны. И если говорить уже откровенно, то класс оборудования эндоскопического тоже в разных учреждениях совершенно разный, где-то можно провести хороший осмотр, где-то это все происходит в полуслепом состоянии, плюс квалификация эндоскописта тоже разная, поэтому однозначно в консенсусах прописывается, что даже при отсутствии измененной слизистой биопсия множественно из 12-ти перстной кишки выполняется. Так, дальше, окей, что же у нас видит морфолог? Тут еще поговорю немножечко про эндоскопистов, что от них требуется, чтобы все было идеально. Здесь картинка, которая иллюстрирует очаговость изменений, и дело в том, что оба биоптата были выполнены от одного мальчика одновременно, то есть мальчик ел глютен, и вот один кусочек у него с картиной целиакии, видна атрофия, все плохо, а второй кусочек абсолютно идеальный. То есть, если бы только нижний кусочек был взят, то мальчик ушел бы без диагноза. Поэтому только множественная целиакия, и помним об очаговости. Так, Марина Юрьевна, получается, мы, вот, наверное, тоже надо сделать акцент, что мы не только кровь берем на фоне приема глютена, но и эндоскопию тоже не делаем, да, когда человек на строгой аглютеновой диете он должен принимать глютен, содержащий а сколько, вот, например, сколько человек до, например, он год был на аглютеновой диете, а теперь мы хотим ему сделать эндоскопию. Сколько ему надо есть глютен, прежде чем идти к эндоскописту? Существует несколько схем провокации глютеном, но хотел бы немного отвлечься и упомянуть то, что не всегда врачи назначают пациентам безглютеновую диету. Сейчас, к сожалению, много вебинаров и прочих умных людей, которые говорят о том, что глютен – это зло, что надо обязательно соблюдать. У меня была недавно пациентка, которая случайно выявилась. Я хотела ее отправить на тестирование, скрининговое антител. Оказалось, что она на безглютеновой диете, но при этом она не исключает следы глютена. То есть она теоретически может иметь симптомы полноценные, пусть они стерты, но при любой форме телиакии они могут быть стертыми. Но при этом у нее будут отрицательные антитела, потому что антитела уходят довольно быстро, и на следовые количества глютена они не ответят в полной мере. Поэтому если принимается решение о проведении провокации, глютеном, то все ведется совместно врачом и пациентом, зависит от его самочувствия. Допустим, одна из схем, насколько я помню, три недели изначально идет. Если три недели пациент выдерживает и может продлить, то продляется до восьми недель. Если не может, если ему совсем плохо, такое тоже может быть. Может быть целиакийный риск, к примеру. К счастью, это редкая ситуация. То тогда после трех недель не инвестируется. То есть от трех до восьми недель человек должен принимать глютен, прежде чем идти на эндоскопическую диагностику. Да, правильно? Да, да. Вначале антитела, а потом эндоскопия. Но иногда и продляется эндоскопические изменения. Могут появиться и через полгода, и через два года даже. Описано. Так, ну ладно, извините, что перебила со сроками. Давайте дальше про то, как должны быть взяты биоптаты. Да, да. И еще в консенсусах прописывается четко требование, что за один кусь эндоскопист должен брать один биоптат. То есть не совмещать в щипцах несколько кусочков. Это очень важно. Во-первых, это позволяет взять большие кусочки. Это даст, с одной стороны, морфологу больше материала для того, чтобы проанализировать изменения и сказать, есть целиакия или нету, или есть что-то другое. С другой стороны, гистологические лаборанты, которые подготавливают биоптаты для того, чтобы врач мог их под микроскопом изучить, могут правильно ориентировать на такие кусочки. Если они будут недостаточно большие, то ориентировать их сложно. И таким образом препарат будет повернут не так, я обычно целяю на руках, а на пальцах в прямом смысле. То есть это будут не такие вот ворсинки пальцеобразные, а это будет срез кругляшиков, поперечный. Соответственно, это будет не информативный биоптат. То есть для диагностики того, какие ворсинки, нам очень важно правильно все срезать. Взять правильно ориентированный биоптат. Да, сразу взять биоптат достаточного размера, и потом, чтобы лаборанты уже в гистологической лаборатории правильно его ориентировали. И доктор помнил, морфолог, о том, что ориентирование нужно. И по возможности, если что-то пошло не так, то перезаливал блоки, извините за мой жаргон морфологический, и добивался все правильной ориентирование. Если это возможно, но если эндоскопист не выполнил биопсию полноценно, как надо, то, увы, дальше морфолог остается бессильным. Поэтому показано лицо морфолога. Это средняя реакция на биоптаты различного размера. Так, ну а какие же гистологические, правильно я говорю, да, гистологические признаки целиакии? Да, морфологические. Морфологические, как правильно говорить? Ну так, это замечательно. Да, в диагностике целиакии гистологической есть три кита, три признака. И один из них, вот этот кит с короной неспроста, это межэпитериальный лимфоцитоз. Дело в том, что у нас тонкая кишка, это в принципе орган, в том числе иммунная система. Там есть пограничники, эти лимфоциты, которые в эпителии сидят, которые сидят, чтобы рак не прошел вовнутрь. Всякие антигены инфекционные, неинфекционные. Поэтому этих межэпитериальных лимфоцитов должно быть некоторое количество в норме. Если их нет, то это беда, это какой-то иммунодефицит тяжелый, суровый. Но при целиакии, так как это аутоиммунные заболевания, происходит серьезная иммунологическая реакция, то их становится резко много. Это называется межэпитериальным лимфоцитозом. И если количество межэпитериальных лимфоцитов не увеличено, то это стопудово не целиакия. Очень важно это помнить, потому что на практике, сколько занимаюсь с одной стороны пересмотрами, а с другой стороны принимаю как гастроэнтеролог, к сожалению, далеко не всегда в гистологических заключениях указывается количество межэпитериальных лимфоцитов. А вот для нас, для гастроэнтерологов, какая цифра все-таки? Когда мы видим их 5 штук, это норма, 25 не норма. Вот есть такие цифры? 25 как раз таки норма. Это верхняя граница нормы. Все, что больше 25, то это уже не норма. Но опять же здесь есть небольшая хитрость гистологическая, потому что, продолжая объяснять на пальцах, в норме межэпитериальные лимфоциты находятся здесь, они на боковушечках. При целиакии они повышаются в зоне верхушек ворсинок, и, соответственно, либо выравнивается количество межэпитериальных лимфоцитов на боковушках и на вершинках, либо на вершинках становится больше. Это признак, который позволяет морфологу четко отличить. Но целиакия – это стадийное заболевание. То есть на первой стадии происходит межэпитериальный лимфоцитоз, это тот самый кит в короне. На второй стадии происходит гиперплазия крит, то, что римская циферка 2. То есть они что, удлиняются? Да, они становятся более длинными. На самом деле это чуть-чуть такая инсинуация научная, потому что большинство исследователей, практикующих морфологов, говорит, что скорее это стадия, которую можно реально поймать только в лабораторных условиях. Существует несколько классификаций целиакий и гистологических, и самые поздние из них нацелены на то, чтобы убрать чуть-чуть субъективный компонент. Но между тем пользуемся мы преимущественно довольно старенькой классификацией, 99-го года, классификацией маршев, модификацией уберхубера. И вторая стадия уже, бог с ней есть, она нет ее. Дальше начинается самое интересное. Начинается атрофия ворсинок. И тут уже выделяют тоже три этапа, когда ворсинки частично уменьшены. Это называется матерным медицинским языком парциальная атрофия ворсинок. Далее может быть субтотальная атрофия ворсинок и тотальная, когда он как-то становится полностью лысым. Поэтому это важно отображать в заключении морфологу, чтобы клиницист понимал, на каком он этапе, с одной стороны, с другой стороны, видел, какие еще варианты для других диагнозов есть. Если говорить о той пациентке, эндоскопической фотографии, которую я представляла, вот ее гистологические фотографии, то есть видно, что от ворсинок мало что осталось. В большинстве своем это действительно пенечки, лимфоциты и в целом. И плюс воспаление, есть лимфопазмоцитарная инфильтрация, диффузная в собственной пластинке. Поэтому все классические признаки целиакия, атрофической стадии, марш 3, бэск. То есть гастроэнтеролог, когда подозревает целиакию и вот получил уже какие-то положительные результаты тестирования на антитела, он отправляет пациента на биопсию, на эндоскопическое исследование и пишет направление эндоскописту взять 6 биоптатов и потом ожидает получить от морфолога увеличение числа межэпитериальных лимфоцитов более 25, атрофия ворсинок и гиперплазия крипт. Да? Ну так. Ну либо что-то из одной из... Да, в стадии. Ну, межэпитериальные лимфоциты точно должны быть увеличены. Но есть ряд патологий, которые могут имитировать целиакию. Они могут быть как с атрофией ворсинок, так и без атрофии, только с межэпитериальным лимфоцитозом. Поэтому важно, чтобы морфолог обращал внимание на все эти признаки и более того, будет обнимально, если он в своем заключении напишет, что он все это посмотрел. И исключил. Учел, да. Он в курсе того, что там творится. Поэтому в заключении идеально писать и количество биоптатов, правильно-некравильно, они были ориентированы. Пишет морфолог о том, что же там происходит с длиной ворсинок и глубиной крипт, если гиперплазия криптотрофии ворсинок, если есть, то какая она, обязательно смотрится субстериальный слой коллагена. Это такой признак, на который сейчас забивают, к сожалению. Потому что, с одной стороны, коллагенозный эспром может быть осложнением целиакии и отвечать за нашу, увы, рефракторную целиакию. С другой стороны, в диагностике важно, потому что коллагенозный дуаденит может возникать на фоне приема сортанов. Тут требуется дифференциальная диагностика с целиакией, очень четкая. Да, но это уже такие тонкости и сложности. Марина Юрьевна, спасибо вам огромное. У нас просто осталось уже, вот практически не осталось времени, а нам еще надо быстренько обсудить вопрос лечения целиакии. Прежде чем я сейчас, мы перейдем к лечению, я хочу обратиться к нашим зрителям. И если у вас есть вопросы какие-то к нашим экспертам, вы их, пожалуйста, нам пишите в чате, мы в конце передачи постараемся на них ответить. Теперь, резюмируя, суммируя, значит, если у нас есть клиника, ну даже если у нас нет клиники, но мы видим антитела повышенные, нашли признаки морфологические целиакии, мы уже можем установить диагноз целиакия. Нам не надо сдавать генетику. Все, в генетику мы уже не будем погружаться, потому что это совсем уже тонко все. Я понимаю, что она иногда может в сложных диагностических случаях применяться. Она исключает диагноз. Но если у вас будут такие пациенты, с которыми вы никак не можете разобраться, вот направляйте их к Андрею Геннадьевичу, он разберется. Давайте теперь про лечение поговорим. Как мы лечим пациента с целиакией? Допустим, у нас женщина, у которой выкидыши, у которой анемия, которая ничем не лечится, то диарея, то запор. Как мы будем ее лечить? Понятно, что аглютеновая диета, что-то еще может быть. Четыре слова. Строгая пожизненная аглютеновая диета. В большинстве случаев да. В большинстве случаев да. Если у нас нет эффекта, и мы исключили употребление глютена все-таки, да, пациентка, разъяснили еще раз про скрытый глютен, который неявный, и она действительно не ест, а через 12 месяцев у нее сохраняются либо антитела, либо гистологические изменения в виде атрофии, мы, в принципе, можем говорить о рефрактерной целиакии, то есть устойчивой к безглютеновой диете. А вот давайте про аглютеновую и безглютеновую диету чуть поподробнее поговорим. То есть, я так понимаю, недостаточно исключить из рациона только пшеницу, рожь, ячмень и овес. И недостаточно использовать чистый, очищенный, безглютеновый овес. Да, на самом деле овес не относится большинством сообществ к продуктам с глютеном, он часто контаминирован. Поэтому мы о нем тоже говорим, что нужно искать глютен-фри, безглютеновый овес, иначе могут храниться, собираться вместе с другими не очень хорошими злаками для пациента с целью. А все то, что производится в промышленных масштабах, оно очень часто может быть загрязнено. Но это явные там всякие булочки, кондитерские изделия, это явные источники глютена, пельмени, макароны и так далее, да, из пшеницы, предположим. Но есть еще скрытый глютен, вот он везде. Все, где находится в основном мука пшеничная, в основном пшеничный крахмал, вот там все может крыться, вся проблема. У нас, по-моему, пшеницу добавляют везде. Везде, да. В колбасные изделия. Даже я смотрела ваш вебинар во фломастеры. Да, есть, оказывается, есть компании за рубежом, которые и, ну, био, как всегда, да, из пшеничной муки, у них компоненты для фломастеров, карандашей, да, то есть, ну, ну вот. Поэтому везде, скорее всего, поэтому нам нужно ориентировать пациента на безглютеновую продукцию с четкой стандартизированной маркировкой, специальный колос, он один, где есть кодировочка, означающий страну, ну, то есть... То есть на таких продуктах будет нарисован колос. Определенный колос, потому что под него сейчас все подстраиваются, имитируют, что это продукт безглютена. Нет, он имеет определенную форму. Можно, в принципе, в России есть Санкт-Петербургское общество пациентов с ляки «Эмилия», и там есть, и как это маркировано, и какие продукты проходят проверку. Ведь законодательно-то нет. Да, вот я хотела как раз вас спросить. Посоветуйте нам какие-то ресурсы. Вот у меня такой пациент. У меня нет времени там каждый продукт объяснять, куда мы можем направить наших пациентов. Вот «Эмилия», да? «Эмилия», да, она на самом деле основная. То сообщество, которым это пациентское сообщество, но он имеет право, условно говоря, давать этот знак, перечеркнутый колос, да. И проверяет, тестирует производителей, которые заявляют, что их продукты безглютена. Потому что законодательно производитель не несет ответственности за то, что он туда в этот продукт добавит глютен, а напишет, что это безглютен. То есть нужно всегда проверять. А где еще они могут почитать про глютеновую диету? Нет у вас каких-то вот таких... Каких-то прям таких отдельных... Сайтов, куда вы... Ну, пациентские сайты, возможно, где-то еще есть, но тут как бы все на усмотрение... Ну, то есть вы сами объясняете пациентам, где есть глютен, где нету, что надо... И предлагаю смотреть все-таки на сообщество, да. Потому что там много продуктов, которые перетестированы и точно не содержат. А что будет, если пациент все-таки нечаянно где-то съест там небольшую дозу глютена? Хороший вопрос, что значит небольшую дозу. Потому что есть исследования на небольших группах лиц целиакии, но тем не менее есть исследования, которые показывали, что небольшие дозы глютена, попавшие или попадающие регулярно в тонкую кишку, могут не вызвать повреждения, которые приведет к обострению целиакии. Обычно это все на уровне менее 10 миллиграмм предлагается использовать. Но просто это такая мелкая доза, что мы не можем пациенту говорить, что ты можешь не соблюдать, если бы ешь 10 миллиграмм в день. Поэтому, конечно, мы говорим о строгой безглютеновой диете, но если он там раз случайно где-то... В месяц где-то что-то съел нечаянно, ничего страшного не будет. Лучше, чтобы ты был еще реже, чем раз в месяц, случайно микродозу, вряд ли что-то произойдет, за редким исключением. Бывают действительно такие гиперактивные иммунные ответы, что даже небольшое количество может быть... Ну что-то подобное, может быть, не будет, как целиакийный криз, описанный Мариной Юрьевной, но тем не менее, может быть, грустно. Но это скорее исключение, чем правило. То есть следовые разово за несколько месяцев попавшие количество глютена вряд ли что-то вызовут. Тогда теперь вопрос по тактике. Вот у нас пациент, мы ему установили диагноз, вот у него там тотальная атрофия ворсина, клиника. Мы ему назначили строгую аглютеновую диету. Что дальше с ним? Мы его через полгода приглашаем посмотреть, что с антителами и с атрофией. Назначаем ему какие-то дополнительные анализы. Как ведется наблюдение за таким? Рекомендуется в разных рекомендациях. В первый год 3-6 месяцев проходит от безглютеновой диеты. Мы смотрим антитела. Антитела. Они должны исчезнуть. Они должны исчезнуть. Это первый этап ответа. Но гистология может сохраняться еще не очень нормально. Но вообще шанс, что ворсинки восстановится и все будет нормально, у таких пациентов мы на это надеемся. Мы надеемся. Он не стопроцентный. У взрослых хуже, чем у детей. У детей лучше. И наша задача, задача врача-гастроэнтеролога добиться исчезновения атрофии. Вот межапитериальные лимфоциты, они могут сохраняться. Они прогностически не страшные для пациента. Они должны, скажем так, в идеале исчезнуть, но могут оставаться. И у взрослых, к сожалению, часто остаются. А вот атрофия должна исчезнуть. Вот где-то мы первый год тестируем каждые 3-6 месяцев. Ну, если экстренности нет, зачем мы его тестируем? Тестируем именно сирологически. Сирологически. А эндоскопию? Эндоскопию. Кто-то предлагает через полгода посмотреть, кто-то предлагает посмотреть через 2 года, а кто-то говорит, слушайте, ориентируемся на антитела. Ну, на самом деле, с точки зрения прогноза, лучше все-таки посмотреть через полгода точно, а что там произошло. Атрофия может еще не исчезнуть даже через полгода. Стадия может уменьшиться. Ну, то есть мы должны увидеть все равно положительную динамику. Мы должны увидеть положительную динамику. К 12 месяцам, если у нас сохраняются антитела, или антитела нет, но сохраняется атрофия с клинической картиной, мы вправе говорить при исключении других причин, как я уже сказал, что не подъедает скрытый глютен, о рефрактерной целиакии. Дальше за пациентом наблюдается примерно раз в год, тестируется сирологически. На самом деле мы там помимо сирологии, помимо антитела мы смотрим клинический анализ крови, микро-макроэлементы, да, абсолютно верно, железо, витамин В12, витамин Д. Еще важный момент, который мы забываем, что пациентам нужно провести денситометрию костей скелета на этапе установления диагноза. То есть даже если ему там 20 лет? Даже если ему 20 лет, да, абсолютно верно. Понятно. Более того, эту денситометрию мы еще и продолжаем мониторировать. Считается, что если на этапе первого тестирования все было хорошо, следующее через 5 лет. Если было нехорошо, была, например, остеопене или остеопороз, через 3 года смотрится. А есть вероятность, что остеопороз пройдет у этих пациентов, когда восстановится... Если он не леченый, вряд ли он куда-то пройдет, да, но его надо лечить. Если лечить, да, ну, соответственно, будет уменьшаться вот эта выраженность остеопороза, да. А препараты кальция им назначают? Что им назначают? Скорее, здесь помимо препаратов кальция, еще нужны современные средства для лечения остеопороза. Ну, то есть это уже отдельный специалист, который будет этим заниматься? Да, я думаю, что скорее всего это будет отдельно, типа эндокринолога, предположим, да, который... Понятно, понятно. Спасибо вам большое. Да, Марина Юрьевна, вы что-то хотите добавить? Да, что эндокринолог или ревматолог ведет пациентов. А, эндокринолог или ревматолог. Да. Попрошу вас сказать, ну, пару заключительных слов, если они у вас есть. Марина Юрьевна, что-нибудь нам скажете про целиакию и про то, на что мы должны обращать внимание? Да, следует помнить о том, что целиакия скорее у нас ходит где-то без диагноза эти люди, поэтому проявлять бдительность лучше лишний раз отправить на скрининг. Это все-таки значительно влияет на человеческие судьбы. Это, с одной стороны, возможность забеременеть для женщин, с другой стороны, это пропуск гостей для молодых людей. Мы помним это лечение анемии, поэтому иметь в виду целиакию стоит во многих ситуациях. И я бы еще сказал, не назначать оглютеновую диету, пока он просто так, потому что мы что-то подозреваем. На самом деле, ответ на лечение может отсутствовать, как можно сказать, у части пациентов. Мы подумаем, что там точно не целиакия, да, и положительный эффект может быть связан абсолютно с другим состоянием и заболеванием. Так, вопрос. Всегда ли необходимо проводить биопсию для постановки диагноза или результатов сирологии и положительной динамики на фоне диеты может быть достаточно? Можно ли ответить? Да, Андрей Геннадьевич. У детей при определенных значениях антител, тканевой трансглутаминазии, более 10 норм, и при подтвержденном антителе, кандомизию класса А, можно не проводить. В американских еще написано отдельно для взрослых, в случае, если пациент категорически отказывается от гастроскопии или ему по состоянию здоровья нельзя его выполнить, тяжелые, видимо, пациенты, тоже можно. В остальном, да, мы всем проводим гистологическое исследование. Понятно. Так, дальше. В какой дозировке, как длительно, необходимо назначить витамин D пациенту с целиакией? Думаю, что это ничем не отличается от стандартного. Да, да, то есть от стандартного подхода мы насыщающую дозу используем, насколько я помню, 7 тысяч единиц. Ну, это зависит от препарата, там какой он жир растворимый, воду растворимый, да. А вот еще мы не поговорили об осложнениях, что чем опасна целиакия, что может развиваться лимфома, да, на фоне целиакии. Как не пропустить лимфому за целиакией? Чаще всего это признаки рефракторности некой, да, то есть что-то не то пошло. Опять какие-то симптомы появились, и которые потребуют скорее от нас исследования тонкой кишки. То есть это предлагается либо КТ, либо МР-энтерографию, либо в сложных случаях это даже энтероскопия. То есть мы должны помнить, что особенно вот это рефракторное целиакия, целиакия, при которой не достигли мы заживления с исчезновением атрофии, это риски не только, кстати, лимфом, там еще есть и аденокарцинома тонкой кишки. То есть при рефракторных формах мы добавляем дополнительные методы визуализации? Мы наблюдаем более внимательно, да, за пациентом. Когда необходимо подключать к терапии стероиды? Мне кажется, никогда, да? Когда? Когда рефракторные целиакия, стероиды первая линия, топические стероиды, будусонид, да, когда 12 месяцев прошло. Ну, возможно, и пораньше, если совсем тяжело пациенту. Мы же не будем ждать 12 месяцев, если у него атрофия выражена, ничего не изменяется, там, через 6 месяцев. Возможно, и раньше. Так, ну, тут еще был вопрос про прикорм, чтобы быстро распознать симптомы целиакии. Ну, тут... Мы все-таки не педиатры, но... Да, боюсь, что не ответим. Но там нет ограничений, что, насколько помню, нет четкой позиции, рано вводишь, будет проблема, поздно вводишь глютен, что... Нет единой точки зрения, да, я где-то тоже слышала об этом. На самом деле мы продолжаем использовать обычные стандартные подходы, но внимательно следим за ребенком. На самом деле, чаще всего почему-то вот с пик идет именно 2 года. Это самый главный такой пик, видимо, когда много продуктов. Ну, все, больше вопросов у нас нет. Дорогие зрители, большое спасибо за ваши интересы, за ваше внимание. Большое спасибо экспертам. Марина Юрьевна, вы с нами еще? Да, я здесь. Все, прощаемся со зрителями. Большое спасибо, до новых встреч, до свидания. До свидания, всего хорошего вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова